при разработке баз данных принято выделять определенные этапы первый этап постановка задачи на этом этапе происходит следующее определяется цель для которой создается база данных уточняется предметная область при этом привлекаются специалисты этой предметной области для получения более качественного результата разработки определяются предполагаемые виды работ это может быть выборка данных изменение данных печать отсчета и другое определяются потенциальные пользователи базы данных на втором этапе происходит проектирование базы данных этот этап включает в себя определение самих информационных объектов из которых будет формироваться база данных а также перечня атрибутов характеризующих каждый информационный объект после чего определяется структура реляционных таблиц свойства полей связи между таблицами а именно первое формируются общий список полей для описания атрибутов таблиц бд 2 все поля распределяются по базовым таблицам 3 свойства каждого поля определяются в соответствии со свойствами данных 4 ключевые поля определяются для каждой таблицы 5 определяются связи между таблицами третий этап это собственно создание базы данных возможны два варианта первый если нужна уникальная база данных то она пишется на одном из языков программирования и в этом случае требуются высококвалифицированные программисты второе существует и второй вариант для которого достаточно базовых пользовательских навыков и понимание принципов работы базы данных бд это использование специального программного обеспечения систем управления баз данных субд в дальнейшем мы будем рассматривать только этот способ при создании бд происходит следующее первое запуск субд и создание нового файла бд второе создание таблиц и связей между ними третье тестирование бд и коррекция четвертое разработка требуемых элементов управления данными это формы запросы и отчеты пятое заполнение таблиц данными это может выполнить пользователь бд четвертый этап это эксплуатация бд который состоит из сортировки фильтрации и поиска записей отбора данных по соответствующим критериям обработку данных и подготовку отчетов в общем виде этапы разработки базы данных представлены на схеме программное обеспечение для создания бд хранения и поиска в них необходимой информации называется субд системой управления базами данных существует настолько большое количество субд что их можно классифицировать по моделям данных по размещению или по способу доступа к бд в зависимости от модели данных субд бывают иерархические сетевые реляционные и другие если все составляющие субд размещаются на одном компьютере то она считается локальной когда данные могут храниться и обрабатываться на разных компьютерах локальной или глобальной сети то речь идет о распределенных субд в файл серверных субд файлы с данными размещаются на сервере и доступ с клиентского компьютера к данным осуществляется через локальную сеть частным случаем таких субд являются размещение как самих данных так и субд на одном клиентском компьютере примерами являются майкрософт акцесс опен офис бейс либре офис бейс бейс встраиваемые входит в состав таких программных продуктов как словари поисковые системы электронные энциклопедии и другие примером может служить компактная встраиваемая субд сql light наиболее популярными являются клиент серверные субд в этом случае на сервере устанавливается полная версия субд и бд где происходят все операции с данными на клиентском компьютере устанавливается небольшая по объему клиентская версия субд для осуществления запросов и вывода результатов обработки полученных от сервера известными клиент серверными субд являются oracle mysql postgre sql рассмотрим начало работы в программной среде субд на примере либре офис бейс для этого нужно открыть приложение далее мастер бд предложит создать новую базу данных и нажать на кнопку дальше следующее диалоговое окно предлагает зарегистрировать бд и открыть ее для редактирования оставляем предложенный выбор и нажимаем кнопку готова далее в диалоговом окне указываем место сохранения бд и указываем имя после этого открывается для редактирования окно базы данных одним из главных элементов интерфейса субд является окно базы данных в нем отражаются все объекты базы данных таблицы запросы формы отчеты активный объект выделяется курсором в нашем случае выделены таблицы вся база данных состоит из таблиц и связей между ними теперь перед заполнением необходимых таблиц нужно определиться с их количеством и структурой типами связей при использовании нескольких таблиц а также видами и количеством форм запросов и отчетов структура таблицы определяется набором и свойствами полей вы уже знаете что записью является строка таблицы в ней содержится набор данных об одном объекте а столбец это поле в нем содержатся однородные данные относящиеся ко всем объектам основными свойствами полей являются имя поля оно уникально в рамках таблицы определяет как нужно обращаться к данным этого поля тип поля определяет тип допустимых данных поле размер поля определяет допустимую длину данных поля формат поля определяет способ форматирования данных подпись определяет заголовок столбца таблицы данного поля при его отсутствии указывается имя поля Значение по умолчанию Вводится автоматически при формировании очередной записи таблицы Условие назначения Проверка правильности ввода данных После создания таблиц нужно установить связи между ними СУБД обеспечивает автоматический контроль взаимосвязанных данных из разных таблиц Это гарантия целостности данных, одного из важнейших свойств БД Редактирование таблиц допустимо на любом этапе, то есть возможны следующие действия Добавление, удаление полей Изменение типов и свойств полей Исправление данных Добавление записей При работе с таблицами пользователь видит все поля и записи в ней Это не всегда удобно Более комфортным для пользователя является работа с данными, представленными в формах Формы — это вспомогательные объекты БД, обеспечивающие удобный для пользователя интерфейс При вводе, просмотре или редактировании данных в БД Формы содержат не все поля таблицы, а только необходимые пользователю Дизайн формы можно выбрать в соответствии с назначением и по своему усмотрению Включая в форму рисунки, текстовые надписи, диаграммы, а также используя элементы управления Кнопки, флажки, переключатели и тому подобное Для создания форм в СУБД имеются специальные инструменты В LibreOfficeBase возможен вариант создания формы по шагам с помощью мастера или создания формы в режиме дизайна В этом случае открывается окно с инструментами рисования, в котором создается форма Над данными, хранящимися в БД, можно выполнять различные действия, среди которых Сортировка данных Обновление, удаление и добавление данных Выборка данных Действия, выполняемые над данными, хранящимися в БД, называются манипулированием данных Для этого существуют инструменты сортировки, фильтров и запросов Возможно сортировка по возрастанию или убыванию значений выбранного поля Для осуществления сортировки в LibreOfficeBase достаточно выделить значение одного из полей записи и нажать на кнопку Сортировка по возрастанию или Сортировка по убыванию Всегда можно отказаться от сортировки, нажав на соответствующую кнопку Поиск данных происходит стандартным образом Вызвать диалоговое окно поиска данных можно через пиктограмму меню или с помощью комбинации клавиш Ctrl плюс F Если нужно произвести отбор данных, соответствующих определенным условиям то в этом случае удобно использовать фильтрацию данных Фильтр — это условие, по которому производится поиск и отбор записей В СУБД LibreOfficeBase можно выбрать быстрый фильтр, с помощью которого можно выбрать все записи, у которых значение поля полностью совпадает с выделенным Если таких записей нет, то фильтр отбирает только текущую запись Когда необходимо более сложные условия для отбора записей, то можно использовать стандартный фильтр В этом случае в диалоговом окне нужно указать условия для различных полей и выбрать необходимые логические операторы и, или Одним из основных инструментов обработки данных являются запросы Запросы, как и фильтры, осуществляют поиск записей в БД, но запрос — это самостоятельный объект БД, а фильтр привязан к конкретной таблице Возможны различные способы создания запросов Для LibreOfficeBase это самостоятельно в режиме дизайна, с помощью мастера или непосредственно указав инструкции в SQL Одним из основных инструментов обработки данных являются запросы Запросы, как и фильтры, осуществляют поиск записей в БД, но запрос — это самостоятельный объект БД, а фильтр привязан к конкретной таблице Возможны различные способы создания запросов Для LibreOfficeBase это самостоятельно в режиме дизайна, с помощью мастера или непосредственно указав инструкции в SQL Продолжение следует... Продолжение следует...